Я поджигаю пуканы не рукой, я поджигаю разумом, я убиваю не оружием, я убиваю пафосом. Всем привет, меня зовут Стрел... Илья Бунин. Посмотрел я Тёмную Башню, которую сейчас так охотно мешают с грязью. И знаете, я полностью согласен с основными претензиями кинокритиков и фанатов Стивена Кинга. Но так категорично равнять этот фильм скалом я бы всё же не стал. В общем, сейчас всё подробно расскажу. Но сначала зацените, какую футболку мне подогнали все майки.ру. Все майки.ру – крупнейший в России онлайн-магазин одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый может найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы и многое другое. Все изделия изготавливаются на собственном производстве и проходят трёхэтапный контроль качества. Десять лет работы и сотни тысяч довольных клиентов. Будь ярким, выражай себя в принтах, дари подарки близким. Заходи на сайт или скачивай мобильное приложение. Для подписчиков канала скидка 10% по промокоду. «Тёмная башня» – это приключенческий боевик, читающий в себе элементы фэнтези, вестерна и постапокалипсиса. Лента стала экранизацией одноименного литературного цикла Стивена Кинга. Кто не в курсе, Кинг – это такой гениальный писатель, которого вы, быть может, и не читали, но экранизации его романов точно видели. Из самых популярных и мною любимых – это картины «Побег из Шаушенка», «Зелёная миля», «Бегущий человек», «Лангольеры», «Сияние», «1408» и, конечно, «Потрясающая мгла». Ну и вот теперь башню перевели в цифру. Сам Стивен Кинг характеризует «Тёмную башню» как свой «Магнум опус», то есть главный труд жизни. Права на экранизацию писатель продал ещё лет 10 назад. Изначально производством должен был заняться Джей Джей Абрамс, затем его сменил Рон Ховард. На роль стрелка в разное время претендовали Рассел Кроу, Лям Ниссан и Хавьер Барден. Все эти люди по разным причинам покидали проект, а производство постоянно откладывалось. В 2015 году финансированием «Тёмной башни» занялась студия Sony Pictures, а в качестве режиссёра позвали датчанина Николая Арселя. Ранее он писал сценарий к девушке с татуировкой дракона и ставил фильм «Королевский роман». Бюджет башни составил сумму в 60 миллионов долларов. Сюжет фильма рассказывает о сражении «Тёмных и светлых сил» за какую-то «Тёмную башню», которая удерживает несколько параллельных миров в равновесии. Знаете, по общим впечатлениям «Тёмная башня» стала для меня одним из самых противоречивых фильмов этого года. Мне многое понравилось, после просмотра я даже вышел с нормальным настроем. Но почти все плюсы, которые тащат фильм, относятся к его постановке. Так что о них чуть позже, сперва поговорим о грустном. Здесь всё традиционно, в том плане, что основная масса проблем приходится на сюжеты сценарии, а вот сами проблемы довольно специфичны. Дело в том, что фильм стал экранизацией популярной и очень сложной литературной серии. Стивен Кинг десятилетиями создавал масштабную вселенную со своими законами, кучей сюжетных линий и персонажей. И полуторачасовой фильм Николая Арселя чисто физически не может должным образом охватить даже малую часть литературного цикла. Ещё в июле этого года стало известно, что хронометраж ленты составит всего 95 минут. И уже тогда многие критики и журналисты выражали опасения, что фильм рискует стать поверхностной пародией на экранизацию литературного эпика. К сожалению, эти опасения подтвердились, поэтому после пресс-показов рецензенты дружно побежали громить ленту. Вы все знаете, что моё мнение зачастую идёт вразрез с мнением большинства кинокритиков. Но в этот раз я не согласен только с такими зашкварными оценками, а претензии по большей части поддерживаю. Фильм сходу погружает зрителя в какие-то обрывки фантастической вселенной, а большую часть информации о ней подаётся чисто через визуал. Я с самого начала почувствовал, что эта вселенная имеет богатую предысторию, о которой зрителю почти ничего не говорят. Серьёзно, если вы не знакомы с первоисточником, то разобраться будет нереально. Тут какие-то параллельные миры, какая-то башня в центре, которая каким-то хером защищает эти миры от какой-то опасности. Какой-то непонятный злодей хочет устроить хаос непонятно зачем. Откуда-то снаружи в эту вселенную ломятся какие-то непонятные чудовища. Ну а местный избранный в компании крутого ковбоя пытается всё это остановить. Глобальная неопределённость просто сочится из каждой сцены. Нам с вами не объясняют концепцию и законы вселенной, не раскрывают предыстории Уолтера и Стрелка. Всё упрощено до такой степени, чтобы последний олигофрен понял, этот наш пацан, а вот этот... НЕХОРОСЫЙ! В общем, печально всё это, потенциал-то у фильма был неплохой. Вы знаете, что я частенько возмущаюсь, когда хронометраж посредственных фильмов с высосанным из пальца сюжетом растягивается на два с лишним часа. Здесь же всё наоборот. На протяжении всего просмотра я чувствовал, что историю и концепцию такой масштабной вселенной на экране нужно раскрывать в формате «Властелина колец» или «Гарри Поттера», а не запихивать книжные обрывки в полтора часа. Ещё в 2016 году проскакивала инфа, будто первый фильм серии будет продолжен сериалом, и вот там-то всё раскроют в деталях. Но с таким невнятным началом ещё неизвестно, окажутся ли продолжения востребованными. Теперь расскажу о плюсах, которые немного вытащили общее впечатление о фильме. Основной источник положительных эмоций – это постановка. Несмотря на никакующее идейное наполнение, визуально и эмоционально миром Тёмной Башни я проникся. Картина с самого начала погружает в таинственную атмосферу, которая нагнетается мрачными видениями главного героя и тревожной музыкой. За счёт всего этого я лично первую половину фильма на одном дыхании посмотрел. Правда, после этого фильм стал скатываться. Причудливое сочетание фэнтези, вестерна и постапокалиптичных пейзажей выглядит интересно, но здесь мне не хватило масштаба. Опять же, хотелось бы не только больше узнать о мире Стрелка, но и больше на него посмотреть. Нескольких красивых пейзажей и пару раз мелькнувшей башни мне было маловато. Короче, в визуальном плане всё хорошо, но всего мало, в том числе и экшена. Можно сказать, что его тут вообще почти нет. Экшен появляется на экране только вместе со Стрелком, а сам Стрелок становится полноценным участником повествования где-то к середине. Время от времени он устраивает затейливый отстрел злодеев, и поставлены эти сцены очень вкусно. На виртуозное обращение с револьверами всегда приятно посмотреть, особенно если вы любите старые добрые вестерны. Кстати, при создании книжного цикла Стивен Кинг опирался в том числе и на вестерны, особенно на долларовую трилогию Серджио Леоне. А прообразом Стрелка послужил безымянный красавчик-блондин в исполнении Клинта Иствуда. Для любителей расово верных персонажей это может послужить еще одним минусом, так как в фильме Стрелок черный. Но лично мне было по барабану, и Дрисельба выглядит круто. Правда, больше о нем и сказать нечего. Играть там особо негде, раскрытие персонажа на три строчки, но крутости хоть отбавляй. То же самое можно сказать и о Мэтью Макконахе. Очень стильный и очень крутой. Это все его наполнение и вся характеристика. Зато молодой и не очень известный актер Том Тейлор неплохо показал себя в драматических сценах. Особенно если учитывать, что для него Темная Башня стала первым полнометражным проектом. Но кого это волнует? Ну и еще здесь есть канадская актриса Кэтрин Уинник, которая порадует любителей сериала «Викинги». В общем, фильм ни о чем. Если рассматривать его как отдельное самостоятельное произведение, а не как экранизацию по Кингу, то это очень слабый фэнтезийно-мистический приключенческий боевичок. Но негатива картина не вызывает. Первая половина, если честно, даже немного радует. Тревожное ждание меня долго держало, а такое вообще редкость. Так что если вы не знакомы с романами Кинга, то с попкорном один разок, при большом желании сходить в кино можно посмотреть. Он не тошнотворный, как многие рецензенты говорят. Но вот если идти на фильм как на кинговскую экранизацию, то можно просто обыргаться радугой. Я очень люблю кинговские сюжеты, и экранизации его книг в первую очередь всегда берут своей истории. Всё остальное это лишь фоны и средства для донесения интересной мысли. Так, например, было во Мгле. Фильм можно было раскатывать за графику, за героев. Но всё это шелупень. Там была очень мощная авторская мысль. И закончившись картиной, её чётко донесла. Кстати, Мглу советую посмотреть. «Тёмная же башня» завершилась банальной херотой в духе «Добро победило зло». Но самое ужасное, что здесь всё упрощено до примитивного, одноразового летнего блокбастера, где ставка идёт не на сюжет, а на визуал, какие-то сверхспособности и борьбу со злодейским злодеем. Кинговский сюжет просран. Так что всем поклонникам рекомендую забить на этот фильм. Это одна из худших экранизаций. Ребят, у меня всё. Ставьте лайк этому видео, если не забыли лицо своего отца. А если вы пока ещё валяете дурака, то посмотрите ещё свежие новости кино по ссылочке на экране и в описании. Ну и подписывайтесь на мой инстаграм. Свои короткие мнения о премьерах я публикую туда сразу после выхода из кинотеатра. До скорого. Пока.